Всем привет! Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 февраля. Мы находимся в Ханты-Мансийске. Мы пропали на довольно-таки продолжительное вновь время, и на то были свои причины. Причин было достаточно много, и причины были тоже веские. В последних влогах я вам говорила о том, что Саше сейчас нелегко, Саше сейчас тяжело. И не погружало вас в эту тему. Но сейчас я могу вам уже сказать, поскольку прошло время некоторое, и в принципе то, чего боялись, оно произошло. У Саши умер родной отец. Вчера были похороны. Похоронами занимались мы с Сашей и помогали нам с его организацией, где он работал. Плюс мы всячески старались оградить родителей от этого процесса, от этого мероприятия. И в общем-то, по сути, получилось, что получилось. Я знаю, будут вопросы, будут, наверное, какие-то разжевывания. Я сразу хочу сказать, первого числа он поступил, была остановка сердца. Его завели, долго заводили, и затем он впал в кому. И тут-то как раз начались эти долгие дни, сутки, тревожные сутки. И Саша регулярно посещала реанимацию, она была там. Были определенные правила, которые нужно было тоже соблюдать. Нельзя ни разговаривать, ни трогать. И, в общем-то, все это так вот проходило, знаете, вот. Ну, кто сталкивался, тот знает. Приехали друзья, приехали коллеги, много было людей. И что еще я могу сказать? Наверное, за время вот этого ожидания, да, хороших новостей, все думали и ждали хорошие новости, надеялись, ничего до чуда не произошло. И, наверное, за этот промежуток времени уже как-то настолько были вымытаны и всего-всего. Я, может быть, излишне переживала за Сашу, как вот она себя будет чувствовать, поскольку в ее жизни это были первые похороны. Как она вообще в этой всей ситуации себя будет чувствовать. Но ребенок вырос, ребенок все правильно, адекватно воспринял, и мы с ней вместе это пережили. Жизнь дальше продолжается. Сейчас будут у нас различные процессуальные моменты, поскольку Саше придется вступать в наследство. Ну, все, что это за собой влечет. В общем, вы знаете, понимаете. Вот, поэтому больше как-то эту тему поднимать не хочется. Человек болел, у человека болело сердце, сердце не выдержало, и вот такой исход. Помимо этого, первого числа, а нет, мы уехали в Тюмень, вот десятого числа не стало у Саши родного отца. И получается в этот момент, с утра десятого числа, у нас попал Нерис тоже срочно на операцию. Задняя лапа, сустав, вот суставная сумка, вот этот сустав. В общем, здесь произошли моменты с хосточками. Дальше будут влоги, я вам... Это сейчас предисловие, да. Дальше пойдут влоги, что происходило, в принципе, до этого всего. Вот, поэтому Нериса прооперировали. Сейчас все нормально. Вчера он был на приеме, посмотрели, сказали. В общем, 21-го, по-моему, или 22-го будут снимать швы. Это такая болячка Майн-Кона. В общем-то, ребят, все. Сейчас, на данный момент, я буду готовить ужин и собираться, собирать вещи в Тюмень. Мы завтра утром, рано, уезжаем в Тюмень, снова по делам. Снова будем увозить паштеты. У нас там встречи с юристами, с адвокатами. В общем, тоже по этой теме наследства и всему этому. Сразу, наверное, еще отвечу на один вопрос, да. Какое к этому имеешь ты отношение, твой бывший муж? Вы знаете, бывший, не бывший, но он фактически является отцом моего ребенка. И я вот, как бы, мне задавали вопросы, мне писали в Инстаграм, а кто это, а кто, кем он вам приходится, какое вы имеете отношение. Знаете, когда вот это все произошло, даже будучи вот, ну да, я бывшая жена, как-то, я не знаю, я бы никогда не задала человеку такой вопрос. Тем более у нас одинаковая фамилия, и у Саши, и у меня, и у ее отца. Поэтому как-то, ну, было удивительно это читать, и как-то отвечать на эти вопросы, кто он вам, это некорректно, я считаю. Ну так вот, как я могу описать статус Сашиного отца? Поскольку он был в моей жизни, у нас совместный ребенок, я его считала, не знаю, считаю, как родственник, просто как родственник. Соответственно, ну, я не могла остаться в стороне в этой всей ситуации, и я должна была и обязана была поддержать дочь, поддержать родителей, близких. Мы в очень хороших отношениях с родителями Алексея, его звали Алексей, и с Алексеем мы были уже, будучи после развода, в хороших отношениях. И несмотря на то, что у меня сейчас новая семья, да, мы были дружны. Вот я так скажу, и дабы это дальше не рассоливалось, у нас были адекватные, достойные, хорошие отношения, чего действительно редко встретишь. Вот вчера были слова от друзей, от родителей, и да, я слышала в адрес слова и благодарности, и люди удивлялись, почему так не у всех бывает, да, чтобы... Обычно, когда бывшие расходятся, да, они вот остаются в каких-то контрах, в каких-то недосказанностях, в общем, они не взаимодействуют больше, да. Ну, вот у нас было так. Поэтому жизнь продолжается, что случилось, то случилось, назад ничего не вернёшь. Берегите себя, берегите близких. Нужно понимать, что каждый день он может быть последним. И если вы не успели что-то делать, что-то сказать, успейте. Потому что Саша хотела сказать, у меня сейчас такая реакция, потому что это сейчас касательно Саши, и мне за это больно. Саша хотела сказать ему при жизни много чего, и в принципе много чего говорила, но где-то не прислушивался, где-то обходил стороной, не воспринимал. Ну, у них в жизни состоялся один разговор, где Саша ему всё по полочкам, точки над эсси расставило, а он принял. Ну, и когда вот такая ситуация, когда человек находится в коме, конечно, хочется ему сказать, живи там, борись, да. Ну, к сожалению, в его состоянии его нельзя было никоим образом тревожить, потому что могло скакнуть сердце, реакция на какие-то слова действия могла быть фатальной. Ну, оно в итоге так и оказалось, но не под воздействием внешних факторов. Вот нельзя было допускать тревожных внешних факторов. Поэтому Саша всё, что хотела сказать и не досказала, она это уже сделала на прощание. Ещё раз повторю, у меня голос дрожит, поскольку Саша доставляет переживания, и её это тревожит от этого у меня боли. Вот, я всё объяснила. Большая просьба не писать никаких издёбок, не писать никаких гадостей. И либо никак, либо уважать. Вот. Это касается и меня, и Саши, и моей семьи. Ну, а сейчас, наверное, я вам покажу покупки, потому что сейчас буду готовить ужин. И чтобы пока мы будем в отъезде, чтобы тоже у Саши осталось, было что покушать. Да, Саша умеет готовить, она хозяйка, всё у неё нормально, с этим проблем нет. Но на неё сейчас навалилось очень много всего, и помимо работы и учёбы сейчас все, опять же, процессуальные дела, всё это надо решать, всё. Плюс присмотр за котом, который всё ещё тяжело передвигается. И я не вижу ничего такого, чтобы приготовить на время отъезда, наготовить там полхолодильника, чтобы осталась еда. Потому что были такие упрёки, что если лишнее опекаете, Саша сама всё умеет и сможет сделать, не надо там ей в клювик уже складывать. Может быть, поэтому у нас такие отношения со всеми нашими родственниками, в принципе, что... Я не могу пожаловаться, что мы с кем-то в контрах или какие-то вот вопросы. Но есть, да, один момент, когда с близкими родственниками мы разошлись во мнениях, и на данный момент у нас диссонанс в отношениях. Это есть такое, но есть вещи, которые мне тяжело принять, с ними смириться, простить, потому что всю жизнь я жила, боготворила человека. И никогда не ожидала, что мне человек так сделает больно и так сильно ранит, а ведь он не был как отец. Он есть, он живой, всё нормально, слава богу. Я надеюсь, все будут живы, все будут здоровы, и мои родственники, и ваши родственники. Объяснила вам всю ситуацию, вот есть как есть. Пойдёмте готовить ужин.